МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 24 марта, вторник. Смотрите выпуски. Власти Ачинска официально сообщили об одном человеке с подозрением на коронавирус. А в Красноярске трое вылечились. Наша съемочная группа провела полдня в засаде с кинологом приюта. Откровение специалиста по отлову собак. Для тех, кто не ушел на удаленку и не сидит в самоизоляции, а работает, мы спросили умных советов, как не сгореть на работе. Может быть, это просто отдохнуть. Смотрите в третьей части выпуска. В Ачинске официально сообщили об одном случае подозрения на коронавирус. Такие данные опубликованы на сайте мэрии по итогам работы оперативного штаба. Замечу, что мужчина, приехавший из Германии, уже вторую неделю находится в инфекционном отделении МРБ. Как сообщает наш источник в Роспотребнадзоре, у него признаки ОРВИ. И первый анализ на коронавирус дал отрицательный результат. Сейчас врачи ждут итоги второго обследования. Также в больнице есть еще одна пациентка, 52-летняя жительница Назарова. Как сообщал телеканал ОСА, в конце прошлой недели она вернулась из Вьетнама и обратилась за помощью с признаками простуды. Наш источник в Роспотребнадзоре сегодня сообщил, предварительно коронавирус у нее тоже не подтвердился. Но двухнедельный карантин, как положено, она проведет в больнице. Добавлю, заболевших коронавирусом в Ачинске и Ачинском районе по официальным данным на сегодня нет. А между тем в Красноярске три человека вылечились от нового вида инфекции. Об этом врачи БСМП сегодня сообщили Александру Усу. Новость в СМИ разошлась через инстаграм губернатора. Сегодня в краевой больнице скорой помощи остаются три пациента с диагнозом коронавирус. Новых заболевших, по данным Роспотребнадзора, в крае нет. И добавим, в Ачинском ГИБДД тоже вводятся меры безопасности. С 25 марта регистрационно-экзаменационное подразделение переходит в режим приема граждан через портал Госуслуг. Решать вопросы по регистрации транспортных средств и выдаче или обмену водительских удостоверений Ачинцы теперь будут исключительно по записи через единый портал. Такие меры необходимы, сообщают в ГИБДД, чтобы исключить живые очереди, скопление людей и распространение инфекции. В Ачинске началось строительство нового магазина. Это на Зверево, на месте бывшей стоянки. Техника зашла сюда в конце прошлой недели. Как выяснил телеканал ОСА, владельцем будущего новостроя станет фирма GlobalStroy. По нашим данным, это московская компания. Судя по информации в открытых источниках, она занимается разработкой проектов и строительными работами. Предполагается, что на Зверево будет одноэтажный, но очень большой магазин. И построить его заказчик рассчитывает очень быстро, уже к концу года. Какой именно направленности будет здесь торговля, пока неизвестно. Откровение единственного кинолога приюта Доброе Сердце. Наша съемочная группа провела рабочую смену с ним. Почему нельзя отловить всех бродячих собак? Сколько времени уходит на отлов одной? Можно ли решить проблему с безнадзорными животными в отдельно взятом Ачинске? У всех есть свои ответы на эти вопросы. Мы узнали мнение специалистов. Детям и впечатлительным этот сюжет рекомендуем не смотреть. Вот они. Вот он. Самовыгульный пес. Собака вот эта чья? А? Вот эта. Почему она гуляет у вас без поводка, без ошейников? И без вас? Я с вами уже полтора года говорю. Вот эта собака. На эту съемку кинолог соглашается только на условиях анонимности. Объясняет. Не хочет проблем. Люди по-разному относятся к его работе. Иногда агрессивно. Говорит, собак он буквально читает. А с людьми сложнее. Вот заявка. Улица Гончарная. Мы приехали на улицу Гончарную. Сейчас вверх поднимемся, посмотрим эту собаку. Она уходит постоянно либо в гору, либо во двор. Улица Гончарная. В народе этот район называется Нижней Девяткой. С осени ачинцы жалуются на собачью стаю. Бывшие домашние псы просто одичали. Семья эта съехала, бросили этот дом и собак тут оставили. Да, он злобный. Я тут сколько раз спасал, тут выбегал там с лопатой, с палками, там отбивал женщину. Там они вдвоем нападали на нее. Рвали на ней там и шубы, и сапоги. Кинолог говорит, приезжает по этому адресу минимум раз в неделю. Но для бродяг свой дом, крепость, на частную территорию, даже не жилую. Кинолог заходить не может по закону. Ниже по улице Гончарной еще одна собачья вписка. Кинолог говорит, по сообщениям жителей, тут может жить до трех собак. Проблема в том, что эту толпу хозяева, похоже, выпускают на самовыгул, бродяжничать. Люди жалуются в приют, что стая нападает на прохожих. Это не мои собаки. Как не ваши, когда нас только что в калитку к вам забежали. Вы можете выйти поговорить с нами? Поговорить. Я как поговорю, ***. Я с бабами не с ***. Как поговорю, ***, мало не покажется. Иди, ***, служить и отлавливать. Ради бога. После ЧП в конце января, когда собака искусала 4-летнюю девочку, Ачинцы завалили приют заявками на отлов. Лидерами стали солнечный второй микрорайон «Авиатор». Кинолог показывает приспособление для гуманного отлова собак. Объясняет, что хоть для животного все безболезненно, но при людях, а особенно при детях, он старается этого не делать. Помощники, которые пытаются у меня помочь, тем самым мешают. Это раз. Другие люди, которые противники, отгоняют собак. Не дают мне работать по отлову. Но отлов порой от получаса до двух часов можно просидеть и не поймать. Оно может в ловушку не зайти. Поиски собак мы проводим 4 часа. Кстати, свой рабочий день кинолог снимает на видео. Это и отчет, и доказательство, что все делает по закону. Вот ведет переговоры собачьей стаянно против школьного недостроя в 9-м микрорайоне. По поведению определяет. Это так называемые корпоративные собаки. Их кормят из павильонов, стоянок. Они вроде не бесхозные, но и хозяев в случае ЧП не найти. Единственный в Ачинске отловщик собак признается. Его работа на две трети получается напрасной. Бездомных очень мало. Мало. В основном самовыгольные. Они идут с частного сектора. Есть случаи такие, которые и отлавливают собаки. В этот же день, через день приезжают хозяева, находят у нас этих собак, видят. Ну и предъявляют у них права и забирают. Некоторых самовыгольных собак, по словам кинолога, он ловит не один раз. По словам администратора приюта, 60-70% из отловленных собак – это самовыгольные собаки, не бездомные. За некоторыми приезжают, забирают. Пока ни один из таких хозяев, по нашей информации, не был наказан за безответственное содержание питомцев. Хотя по новому закону, владельцам, нарушающим правила выгула собак, грозит штраф – до 2000 рублей. Но как заставить работать этот закон, никому не понятно. Ведь в таком случае, хозяева отловленных животных просто бросят свою собаку в приюте. А на сегодня он и так переполнен. К тому же, после стерилизации и прививок, неагрессивных выпускают на прежнее место. И горожане снова жалуются на бродяжек. И кинолог опять едет по заявкам. Мы мотались с кинологом 4 часа, пока ему удалось отловить одну собаку в районе трамвайной конечной. Я сама на протяжении многих лет являюсь владельцем собак. Но лично я убеждена, бороться нужно не с бездомными собаками, а с безответственными владельцами. Татьяна Штер, Мирвельдан Калимуллин, телеканал ОСА. Я смотрю телеканал ОСА, потому что здесь самая правдивая, интересная информация о жизни города и о жизни горожан. От истории одного человека к истории всей страны. Министерство обороны запустило масштабный проект «Дорога памяти», который реализуется не только в России, но и в странах бывшего СССР. Ачинцы тоже могут принять участие и увековечить память своих предков, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. «Дорога памяти» – это грандиозный мемориальный комплекс в парке «Патриот» в Подмосковье, который возводит к 75-летию Великой Победы. На интерактивной стене увековечат память 33 миллионов героев войны. И фотографии станут основой для галереи. Разместить в мультимедийном музее своего родственника, участника Великой Отечественной войны, может любой желающий. Это совершенно бесплатно. Есть два способа. Первый – прийти в местный военкомат. Подробно об этом рассказал Виктор Нечипаренко, начальник отдела военного комиссариата. Для этого необходимо прийти в военный комиссариат, написать как можно более подробную информацию о вашем родственнике, фамилии, имя, отчество, рождение, место призыва, место рождения и так далее. Всю подробную информацию. Ну и представитель фотографии. Фотографии мы у граждан не изымаем. Фотографии мы сразу сканируем, переводим в электронный вариант и сразу же отдаем родственникам для того, чтобы не возникало никаких проблем по сохранности данной фотографии. Сейчас наша техника позволяет в течение минуты-двух отсканировать, записать подробную информацию, а потом ее разместить на сайте Министерства обороны. Для того, чтобы память об этих людях, если не меньше, то нужно как больше и дольше сохранялось в памяти нашего народа. Второй способ еще проще. Не нужно даже выходить из дома. И сделать это можно прямо сейчас. Для этого надо зайти в спецраздел на сайте Минобороны. Адрес вы видите на экране. Далее нужно заполнить анкету и загрузить фото фронтовика. Потом вся информация попадает в базу данных и какое-то время обрабатывается. Итак, увековечить память воевавшего родственника можно через сайт Министерства обороны или обратиться в Вачинский военкомат. Захватить с собой снимки, письма, военные билеты и рассказать о подвигах своих родных. Все документы сканируют, а истории тщательно запишут. Сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за родину, отдавал жизнь и здоровье, просто необходимо. Да, у каждого ветерана своя история. И память о каждом живет в нас. Детях, внуках и правнуках. Наталья Солдовникова, Вильдан Калимулин. Новости телеканала АСА. Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базе Кирова-3, склад 10. Сохраняй и отдыхай. Вместе с КПК «Финанс Инвест Фэмили». При открытии договора от 200 тысяч рублей у вас есть шанс выиграть путешествие в Сочи на двоих. Ачинск, 3-й микрорайон 1, телефон 8-800-222-3354. Как уберечь себя от простуды и гриппа? Легко. Препараты для профилактики и витамины для детей и взрослых. Солиные лампы и увлажнители воздуха. Все это вы найдете в сети «Губернские аптеки» по адресам Савердлова, 19, УВР, 48 и Декабристов, 27. Создай свой домашний уют в компании «Теплодом». Оборудование для отопления, водоснабжения и канализации. Профессиональный расчет и подбор качественной продукции. Ждем вас по адресу декабристов 44, телефон 5-86-40. Компания «Синт» представляет новый тариф «Интернет плюс КТВ». 60 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр видео на YouTube и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. Губернские аптеки приглашают на работу фармацевтов и провизоров. Обращаться к заведующему аптеки или по телефону 5-00-12. Ачинские семьи с детьми получат президентские выплаты уже летом. Сегодня подписан указ о новых мерах поддержки. Платить их будут ежемесячно, начиная с 1 июля. Выплаты полагаются на ребенка от 3 до 7 лет, семьям доход которых не превышает прожиточного минимума. Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в регионе. Для Ачинцев сумма составит около 6 тысяч рублей. Семье достаточно подать только заявление через портал госуслуг, в МФЦ или соцзащите. Об остальных справках и документах позаботятся сотрудники соцслужб. Прием заявлений начнется после того, как власти примут нормативно-правовую базу и внесут корректировки в бюджет. Отметимо, что начисляться средства будут в период с 1 января 2020 года. Родители получат деньги за все предыдущие месяцы. На такую финансовую поддержку рассчитывают 30 тысяч семей в регионе. Многие из вас слышали термин «эмоциональное выгорание». Но не каждый понимает, что это значит на самом деле. Специалисты считают, что выгорание – это не просто психическое состояние, это болезнь, которая сказывается на всем организме. Что это такое, как с этим бороться самостоятельно и куда обращаться за помощью? Об этом нам рассказал врач-психотерапевт Владимир Куковицкий. Что такое эмоциональное выгорание на работе? На эмоциональное выгорание в негативном варианте – это когда человеку очень тяжело становится на работе. То есть он начинает переживать негатив сам. То есть его эмоции становятся негативные. Первый этап этого эмоционального выгорания – он начинает неадекватно реагировать. То есть раздражаться, обижаться, какие-то выводы, хлопать дверями, уходить. То есть его явно ситуация не устраивает. Это первый этап. А второй этап, когда уже вообще невозможно, все равно это ничего не получается, приходится эту работу работать, а на ней очень не нравится, действительно вот это, то происходит такой, ай, пусть все идет как идет. И у человека появляется апатичное отношение к работе. То есть когда она его не интересует, он от нее страдает, но тем не менее ничего сделать с этим не может. Вот тут тогда нужно, это фактически уже элемент депрессии, тогда нужно обращаться конкретно за психопрофессиональной помощью уже. Как помочь самому себе при эмоциональном выгорании? Может быть, это просто отдохнуть. Ну, попросить там отпуск взять, да, скажем. Вот. Может быть, обратиться к более опытному человеку, который бы помог сделать что-то, из-за чего ты же пошла, вот этот негатив на работу, помог найти эту причину и ее устранить как таковую. Может быть, просто меньше работать. То есть вот эти механизмы можно применить самостоятельно. Что еще из психологических тем? Может быть, просто поработать над собой, ну, в плане, там, автотренинг усвоить и самому себе помочь с помощью этого, как бы, войти в состояние более стабильное, такое хорошее. Вот. Ну, или как можно больше о своей профессии узнать, то есть, чтобы можно было более четко ее выполнять, так, чтобы она опять понравилась, чтобы расширились возможности. Как понять, что пора к специалисту? Куда обращаться, если справиться самостоятельно не получается? Вот даже самая тяжелая ситуация, которая с человеком происходит в жизни, должна через трое суток ее эмоциональный накал негативный снижаться. Даже утраты тяжелые и так далее. Все равно должно начать становиться лучше. Вот если этого не происходит, а еще и нарастать начинает, добавляются новые симптомы, тогда сразу, ну, буквально через недели, две, три, то есть, ничего не выходишь, лучше обратиться. Сюда вообще бесплатно можно приходить, ходите, пожалуйста, на сеансы, на консультации. Лучше все свои желания и потребности надо удовлетворять обязательно и как можно быстрее. В этом есть основной принцип гештальпсихологии, то есть, подхода. И людей практически в групповом варианте учат этому, там, несколько практических этапов созревания личности, чтобы не было никогда страданий от того, что человек что-то хочет и не может удовлетворить, потому что это состояние фрустрации. Это для меня невозможно, это чувство унижения, этого не должно быть, чтобы человек развивался свободно, спокойно. Спонсор прогноза погоды – Центр лабораторных технологий АБВ. Все виды медицинских анализов, результат в кратчайшие сроки, по доступным ценам. Медицинские офисы АБВ находятся по адресам город Ачинск, 5-й микрорайон, дом 54 и город Назарова, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 7, строение 3. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»